Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня 15 марта. Мы находимся в Измире. Погода здесь переменчивая. День солнца, день дождь. Температура воздуха ночью плюс 10-13 градусов, днем плюс 15-18. Несмотря на то, что периодически идет дождь и дует слабый ветерок, столбики термометра с каждым днем поднимаются все выше и выше. Точно так же, как и цены в соответствии с растущей инфляцией. По официальным данным за прошлый год она составила 67%, по неофициальным около 100%. Минимальный прожиточный уровень в этом году установлен на планке 3317 лир. Это практически 100 евро на одного человека без учета аренды жилья. А аренда здесь дорогая. И мне кажется, что половина Турции живет в арендованном жилье. Если считать на самую небольшую семью из трех человек, то получается чуть больше 10 тысяч лир. Ну, соответственно, 300 евро. Однако, если не смотреть на официальные данные, то, как говорят специалисты, минимум 500 евро нужно на одного человека для того, чтобы очень скромно прожить месяц в Турции. Эта сумма равна минимальной заработной плате. С этого года минималка в Турции 17 тысяч лир. Ну, вот одному человеку на нее еще как-то прожить можно. Очень часто в комментариях вы задаете вопросы, как же турки здесь выживают с такими ценами. Сегодня я предлагаю посмотреть, какие здесь цены. И для этого мы отправимся на рынок. Интересная деталь. В конце прошлого года, по-моему, торговцам запретили громко рекламировать свой товар. То есть они теперь не должны выкрикивать наименование товара и его стоимость. Также они не имеют права слишком громко зазывать покупателей к себе в магазины или за прилавки. За это предусмотрен штраф в размере 1300 лир. Но, несмотря на запреты, традиционный турецкий рынок по-прежнему шумный, многолюдный, яркий, ароматный. Посмотрите, сколько людей. Время уже к закрытию. Здесь начинается ряд. Сразу мы с вами попадаем на оливки. Вот, смотрите, какие цены. Нерова! Доброжелательные продавцы. Так, 150, 160, 200 лир в зависимости от посола и приготовления. Бывают, что они еще обжаренные, помимо того, что просто присоленные. Много сыров. Мероба! Колайгельсон. Масло 330. Это шузьме йогурт 120. Сыры, смотрите, 290, 280, 240. Здесь твердые, сырые, я так понимаю, 380. Выбор большой. Да, тут же сладости. Это халва. Яйца. Так, деревенские яйца 15 штук стоят 60 лир. Так, есть по 70 лир. Это в зависимости от размера. Ну, такие грязненькие. Ну, нет, я бы такие не рискнула бы взять. Так, вот по 90 лир, 30 штук. Здесь, опять же, сыры, оливки. Ну, цены уже, в принципе, понятны. Переходим к фруктам и овощам. Смотрите, как мало товара остается на прилавке к концу дня. Это бананы, 45 лир по килограмм. Мераба, за килограмм. Так, помидоры, ну, это плохенькие, по 20 лир. Лобио 30 за килограмм. Перец 30, огурцы 30. Здесь такие ароматные, вкусные лепешечки. Ладно, стоимость спрашивать не будем. Ещё сыры здесь тоже. Давайте, наверное, мы сейчас с вами развернёмся и посмотрим, что на этом ряду уже, вы знаете, остатки. Так, чеснок, цены нет, спрашивать не буду. А вот она, пожалуйста, 30 лир за вот такой вот пучочек из четырёх или пяти штук. Картофель по 20, ну, честно говоря, дороговато. По-моему, по 9 лир он в Биме в шоке. По 10, по 9 лир. Сейчас вот здесь ценник разглядим. 25 лир за килограмм. Чеснока как много? Мандаринчики традиционные, цитрусовые. 25 лир за килограмм. Яблочки по 20. Яблоки на рынке дешевле, чем в магазине, получается. Апельсины по 10. Тоже дешевле. Лимоны. Ой, аромат какой от них стоит. По 15. Вот ещё помидоры. В принципе, неплохие. Такие крепкие. Надеюсь, что вкусные. По 20 лир. Здесь остатки зелени, даже не пучками. А, это ботва от моркови. Я издалека подумала, что укроп. Так, редька морковь, килограмм 20 лир. Здесь много зелени. Давайте посмотрим, почём. 5 лир пучок. Ага, как раз спросили, мы услышали. Клубника. Клубники много. Ярым полкило 35 лир. Ну, такая прям, знаете, отборная, симпатичная клубничка. Килограмм 70. Остался только ценник. Вот можно, конечно, говорить о том, что дорого, цены поднялись. Но, как показатель, это полуприспустые прилавки. Куда деваться? В первую очередь, конечно, это продукты покупают люди. Так, морковь тоже по 20. Здесь мандарины, яблочки. Так, ого, огурцы здесь по 40. Баклажаны по 40. 30 лир за штуку. А я в одном из прошлых видео показывала, по-моему, 5 лир, да, килограмм? Не знаю, насколько вытянет этот качан. Зелень как разбирают. Но турки, конечно, зелень любят. Мераба, 2 качки? 15 лир стоит вот такой вот салатик. Ну, вы посмотрите, я прям сильно удивлена, как все разбирают. Так, апельсины вижу по 10. Мне вот, кстати, апельсины, яблоки нужны, да. Внукам надо купить фруктиков. В прошлый раз брала клубнику. Не могу сказать, что прям вау, вкусная. Нет, не особо сладкая. Все-таки сейчас не сезон, видимо, клубники. Это идет парниковая. Здесь вот по 40 лир за полкилограмма. Тутовник уже пошел. Перец болгарский красный-зеленый 60 лир за килограмм. Вчера я брала его в магазине и, честно говоря, подумала, что мне показалось. Там он тоже стоил 60 лир. Но я как-то так глазом быстренько провела по ценникам, потому что все равно покупать надо. Здесь начинается вещевой рынок, но по нему мы ходить не будем. А продуктовый идет в ту сторону. Ну, давайте пойдем туда, посмотрим, чем нас еще сегодня удивит турецкий базар. Ну, в принципе, все одно и то же. В основном сейчас апельсины, мандарины, бананы, клубника, груши, яблоки. Вот такие вот киви, крупные такие, но цена не указана. Груша 55 лир за килограмм, айва без ценника. Здесь тоже ценников нет. Вот я, честно говоря, не люблю спрашивать цену, если ее не указывают сразу, не хочу. Потому что скажут ту, которая придет в голову. Красиво так выкладывает помидорки по 20 лир. Можно будет взять помидор немного тоже. Много клубники. Так, здесь по 35. Апельсины по 10. Здесь. Ага, тахин сразу прям делают. Смотрите, его нужно разводить. Он имеет такой вязкий терпкий вкус. И его нужно разводить с сиропами. Вот тут же продаются сладкие сиропы. Виноградный, из тутовника. В определенной пропорции нужно разводить. Ну, это очень полезная для иммунитета поддержка. Так, грецкие орехи. Очень симпатичные. Такие прям полные, крупные. Не вижу. Нету ценника. Вон, по 120 лир за килограмм. Это нечищенные. Где продавец? Я хотела спросить, почем финики. Такие они прям яркие. Надеюсь, что их не просто чем-то помазали. Ну, ладно, нет у вас. Не хотите, не надо. Пойдем дальше. Так, здесь... Ну, давайте вот здесь спросим, почем они. Бераба. Букач теле? Кило. Кач теле. Юс. А, 100 лир. Ага, 100 лир килограмм. Все понятно. Показал пальцем, как окей. Знаете, так поднял пальчик вверх. Я должна была понять, что это 100 лир. Так, здесь баклажаны по 50. Кабачки по 35. Туда дальше не пойдем. Я стараюсь снимать по низу, чтобы сильно не попадали в кадр лица людей. Потому что далеко не всем это нравится. А Измир – это город такой, знаете, не избалованный ютюберами, туристами. Да, не знаю, какая реакция будет на то, что я снимаю. Поэтому стараюсь быть аккуратной. Ну, как бы в самом начале рынка вполне доброжелательно ко мне отнеслись продавцы. И это вселило уверенность. Но нам с вами главное – разглядеть товар и цены. Здесь картофель по 15, по 10. Так, на чере цены нет. Ой, какой красивый зеленый прилавок. Тут прям с пола продают. Это нормально. Можно не писать про антисанитарию. Для Турции это не подходит. Вот этот салат, кстати, он, видите, такая у него, сильно, как сказать, зубчатая листва. Вот край листа, он такой прям сильно-сильно, как кружевной сделан. Вот такой салат я люблю больше всех. Он самый вкусный. 15 лир за пучок. Так, сейчас возьму на выходе. Сначала я снимаю, заодно изучаю цены. А потом пойду в обратную сторону и буду закупаться. Ну, можно, в принципе, пройти туда, но я уже отсюда вижу, что все то же самое. Бананы, клубника, мандарины, лимоны. Ну и здесь тоже. Здесь чуть-чуть посвободнее. Там в центре прям так шумно, много людей. Сегодня, кстати, это не самый многолюдный рынок. Бывает, что вообще не протолкнуться. И вот в прошлый раз я здесь была, честно вам скажу. За мной очень пристально наблюдали два подростка. Миробабу качете ли? Как тебе? 40 лир грибы. Ну, тоже хорошая цена. Правда, грибы не самые, наверное, лучшие. Наблюдали два парня. Я так думаю, лет может быть по 16. Может быть, даже поменьше. Попадались они мне на глаза раза три. И каждый раз они крутились возле меня. Но я так поняла, что пасут мальчики мою сумочку. Перекинула ее вперед. Посмотрела прям в глаза. То есть я дала им понять, что, ребята, я вас вижу. Не надо за мной ходить. Но, честно говоря, они от меня так и не отстали. То есть они сопровождали меня весь рынок. Поэтому будьте осторожны. Особенно в больших городах. Тем более, если ваша внешность явно иностранная. Ничего плохого абсолютно я не хочу сказать в общем плане. Но такое случается. Осторожность никогда не повредит. Так, наступило во что-то не очень приятное. Да, к концу рынка уже и грязновато, конечно, здесь. Ну и, в принципе, вот так вот мы с вами. Здесь зелень за 3 пучка 10 лир получается. О, тут еще косты и рыбный рынок. О, ну рыбы мы с вами насмотрелись. Если кто-то пропустил мои выпуски из Фочи. Нет, нет, мне не надо. Да, по 80 лир, ага. Анладым, Анладым. Спасибо. Нет, нет. Кола, гельсон, рыбу я здесь брать не буду. Ой, как ее обидно. Нет, проблем, проблем, йог. Ага, вот по 200 лир. Такая крупная, красивая чупра. Паламут. Ага. Килька. Хамси. Так, мне пора отсюда уходить, а то что-то слишком активно мне показывают эту рыбу. Она меня не настолько сильно интересует. Я, честно говоря, даже не знала, что здесь есть рыбный еще вот этот уголочек. Так, ну вот здесь поспокойнее. Давайте так вот по ценам. Ну, чупра все так же 200 лир, самон, это судя по всему турецкий по 250, леврек 200. Ого, смотрите, там калкан, бейко, супер. Берю, цены нет. Вот это вот красненькая рыбка, по-моему, мирджан, она называется, говорят, очень вкусная, но она такая мелкая. Паламут по 120 штук за килограмм. И икра, смотрите, раньше икру выкидывали. Турки икру не солят. Для них это, знаете, как внутренности рыбы. А потом, когда появились иностранцы, которые знают в этом толк, они стали эту икру забирать из магазинов. Предприимчивые турки стали ее собирать и продавать. Я даже не знаю, сколько она сейчас стоит. Букач теле? Южа. А, юж, 100 лир. Но она свежая, ее еще надо посолить. Так, ну все, наверное. Пора выходить, теперь я пойду закупаться. Надеюсь, что вам со мной на рынке в Измире было не скучно. У нас есть возможность сравнивать цены. Сегодня был рынок в Измире, ну и, конечно же, будет рынок в Алании. Посмотрим, какие цены там. Ну и в итоге мои скромные покупки. Здесь полтора килограмма красных яблок, так как и заказывали внуки, на 25 лир. Ароматные апельсины 3 килограмма по 10 лир. Они такие хорошие, крупные. Самое главное, с пимпочкой. Самые сладкие. Еще 2 килограмма помидор по 20 лир. И 2 килограмма грибов по 40. В общей сложности я потратила 175 лир или почти 6 долларов. Много это или мало, решайте сами. Приятного всем аппетита и до свидания, до следующего видео. Продолжение следует...